У нас 26 июня 2016 года. Это в лагере Стане мы находимся, в православном. Сейчас посмотрим тут. Иначе начальник лагеря ребят завел в шалаш, хочет какие-то занятия с ним провести. Сейчас посмотрим, чем они тут занимаются. Сейчас, подожди, я закрою. Закрой, держи. Как ты мне так сесть, чтобы видно было у вас всех? Вас не видно? Вам нужно где-то там сесть, наверное. Залез вон туда в угол. Ты обязательно будешь что-то крутить. Ума нисколько нет, так набирайся его. Зачем ты это всякие глупости-то делаешь? Так, пошире сядьте, по краям прям видно. Ну, друг за другом. Никита, ты сел четверых, не видать из-за тебя. Ну, маленько раздвиньтесь, в кучу гуртовались. Вот они, интересно, кучу любят, до чего? Куда она снялась? Нестор, кепку сними. Вот так, все. Вот мы сегодня первый раз собрали шалаши. Я думал здесь сделать вот эти вот лаги лежат. Это если ты умеешь фотографировать, нет? Можно даже сфотографировать. Никита, вылез вон туда в угол, оттуда сфотографируешь. Фотографировал, сразу отдал. Я понадеялся на тебя, а ты не принес. То есть как там так все нарочно идет. Вот оно все выдвинуто. Сядь в угол, чтобы тебя не видно было. С одной и с другой стороны переползай. Вот так. Посмотри, какой шалаш. Хороший очень. Он врос человека. А почему мы его сделали, знаете, нет? Да. Камыша было много. Жарко было. Смотрите, вот я встану, пуражку надену, чтобы, смотри. Врос совершенно. Выше головы еще сантиметров 30. Это со спины некрасиво. У меня метр 70, это 2 метра. Так она у нас и есть. Как сделано? Видите, сухо. Какие дожди были, все сухо. Значит, он не пробегает. Мы его сделали для занятий и для отдыха. Для сна. Но разного сообщения побудили меня только днем быть здесь. Дверь открыта. Почему? Слишком опасный материал. Сухое все. И ночью тут не поймешь, с какой стороны выходить, где бы я забоялся. А мы до этого, когда в лагере были, и свет не загоражен только, мы все время строили шалаши. Никого не закрывай, уйди в сторонку туда. Закрой рот, все время язык высовывается. Сядьте так, чтобы вас видно было. Туда поближе, а вот сюда расширьтесь. Ты закрываешь ее, вас не видно половину. У нас шалаши были по 10 человек. Траву резали ножом, у нас еще не было. Потом литовкой. Делали шалаши. Тогда люди были из Казахстана, откуда-то, с Украины. С разных, с разных мест. Мы уезжали, у нас все сжигалось. Мы приезжали, у нас ничего не было. Только алюминиевые проволочки, гвоздики. Где-то мы плакали, молились и начинали заново строить. И нас сжигали около 18 раз. Кулиганье. Обращались в милицию, никого нигде нету. Кого в армию взяли. А кого-то где-то, может, взяли, да и уже давно живого нету. Прости им, Господи, они не знают, что творят. Нам было хорошо. И в прошлом году была одна девочка из Казахстана, Нюра. Аня зовут. В русском народе никогда Аню не звали, а Нюра. И мы были на костре. И она что-то говорит, мне тенечек бы жарко показалось. Но мы там около тележки наложили, вот так веточки, она под них залезла. Когда вернулись сюда, я подумал, а почему бы не сделать для детей шалаш? У нас около бани, там старая баня, где там шалаш остался. Ну, коровы ограду сломали и съели наш шалаш весной. Травы не было. Весь шалаш съели, одни ребра остались. А ребра потом завалились. Видишь как? И мы сделали вот здесь, вот от палки как лежат, прямые, здесь четыре. Я хотел бы вот так вот расположить, тут были бы напилены. И принести доски, у меня доски есть. На досках спать, потому что не на голой же земле. Земля совершенно сухая. Какие дожди прошли, гроза, и смотри, непромокаемые. Это как Ноев ковчег. Вот первый раз здесь собрались сейчас. Видите, камыш. Это дядя Володя косил. Дядя Никита возил, ему тоже трудно было тележки. Правда, сломал тележку, но сделали мы. Навернул ее, отломил оглоблю. Вот. Посмотрите, как она делалась. Стоит на этих, на выступах. Там к столику не прислоняется, там отработка намазана. Скажи этой девочке, чтобы она не запачкалась. Видите, какие у нас много. Было жердей березовые. Вот мы как, как делается. И трава на траву вот так вот заламывается. И вниз. Дети видели, как мы делали? В прошлом году кто был? Видела, да? Не видела? Ну, вот такое вот. А то потом мы ножницами все постригли. Оно вот так сильно висело, много. Убрали. Впервые у нас с такими шикарными окнами. Там какое окно. Здесь дверь со стеклом. Здесь прохладно. Если ветер будет, здесь просто прохладно. Во-первых, не прогревает солнце. И как будто бы мы на открытом воздухе. Комаров очень мало здесь. Я не знаю, почему сухо. Потому что кто-то весной траву прорвал. Вы, наверное, да? Или ее не было здесь? Да почти не было. Не было, солнца нет, и трава не растет. Ну, трава нет. Она вросла. Вот даже вот такая вот. Она росла, пока солнце было. Пока на открытом месте было. Да, видимо, совсем высохло. Здесь еще нет. Немножко было, Никита говорит, было. Вот так. Я о чем с вами хотел побеседовать немножко сегодня. Перед обедом. Простите у Бога веры. Оттуда не удастся фотографировать. Это на свет. Оно будет со вспышкой только обязательно. Вот. Если веры нету, то все остальное такое, какое есть. Вот сейчас мы видим. Вера в Бога – это вера в бессмертие. Что человек – это невременное создание. Бог сотворил человека навсегда. Но грех вошел в мир. И все люди смертные. Ну, вы думаете, я старый, та-та-та-та, маленько помоложе. Вы тоже состаритесь и умрете. Вот вообразить тебя. Понесут, хоронить. Хоронить. А там черви ждут. И черви будут заползать, выедать глаза, язык. Все съедят. Потом одни косточки останутся. Это понятно? Все до единого. Ни одного человека бессмертного нет. Учись ты, будь ты чемпионом мира по борьбе, сильный. Будь как Валуев. И все равно смерть не обманешь. Так, Несар, отойди вон туда в угол в сторону. Уже друг друга нащупали. Обязательно он должен с Андреем. Я не вижу, с кем он говорит. Нет, с Сарасом сошелся. Виноват. Отойди подальше, чтобы тебя его не видеть даже. Леонида. Что говорю, ты не знаешь. И знать никогда не будешь. Мертоглазый. Нужно поверить, что человек смертный. А Христос принес бессмертие. Мы слово грех тогда не понимаем до конца, что он означает. Это яд. Это испорченная кровь. Это бацилла греха. Все до одного на земле. Все умирают. Написано. Все умирают в Адаме. Мы дети Адама с Евой. Это первые люди на земле. А во Христе все живут. И мы опять встретимся. Вот мы имеем желание, чтобы дети были верующими. Создали этот лагерь. Это не первый шалаш. На 10 человек у нас много было шалашей. А этот на 30. Вот так ложиться, туда ноги. До сих пор голова и вот так вот. Вот так вот. 15 человек и с той стороны 15. От дождя спрятаться ездя, отдыхать ездя. Мы начинаем говорить о Боге. А где он, Бог, спрашивает? Ну, в первую очередь, Бог сотворил все невидимое. Кто сотворил это дерево? Вот задумывались о том, что вот есть насос, который качает воду и подает под большим давлением на 10 этаж. Это непросто. Было время, когда таких насосов не было и люди ведрами носили все. А у березы кто качает? Последний листик наполняется водой. На самую вершину можешь забраться и там поставить бутылку и наберется полной воды. И березовки весной. Когда начинают деревья качать воду. Кто это делает? Почему? Это тайный тайный. Круда мы не посмотрим тайно. И тайно глубочайшее. Вот комар сел. Пороги. Раз его и все. А ты комара одного сделай. Сотвори. Чтобы он находил по запаху крови. Чтобы у него такой тоненький носик был. И чтобы он только сел и сразу кольнул и проколол. Мало того, там дыры у него, насос он качает. Мало того, он успевает запустить туда, как называют, антиокогулянты, кажется, чтобы кровь не свертывалась. Маленький комарик. А сколько их? Пойди в лес. Если ты хочешь узнать. Ты узнаешь. Хоть сколько их бей, их не меньше. А только больше. Так, закрой ножки. Один комарик. Это тайно. Как он питается. Вот так замахнешься, он взлетел. Муху убить тоже непросто. А птицы. А звери. А рыбы. А животные разные-разные. Это Бог невидимый сотворил. Ты куда ни посмотри, знай, что это Бог. Вот нас никто не учил в Евангелии. Мы это слово не слышали. Но мы видели, что вокруг есть. И учились удивляться. Вот у нас живут ласточки. Ты посмотри, какая она аккуратная. Одна женщина у нас есть, знакомая. Она очень верующая, много страдала. И однажды она видит во сне, наклонилась, и там рыбки плавают. Вот. Ну мы рыбку, значит, чтобы поймать. Слопать ее. А она наклонилась и спрашивает, рыбки, рыбки, а вы знаете, что Бог есть? Они говорят, да. Так они не разговаривают. А они мне дали понять, там, хвостиком или как. Да. А вы в Бога верите? Они говорят, да. И она тогда спросила, это, Тамара. И говорит, а ласточки? Ласточки, говорит, все верующие до одной. А воробьи? Воробьи редко какие верующие. А собаки? А собаки, говорит, почти все неверующие. Похожие это на то, что в действительности мы видим. Что о нас будет сказано? Кому будем? Вот человек рано принадлежать, похожее быть. Человек рано встает, его называют, знаете как? Жаворонок. Кто рано встает-то? А кто поздно, называется сова. Вы сову-то не видели-то и жаворонка не знаете. Жаворонок это степной соловей. Он как подвешен на одном месте, крылышки трепещут. И, ну, можно в интернете зарядить и записать. Я записывал сам. Ездил по полям, по горам, по озерам и записывал разных птиц. Это интересно, если ты любишь. Иволга улетает. Так я шалашик сделал, спрятался. А наши братья пошли, и с той стороны Иволгу пугают. Она прям вплотную подлетела, и я ее записал. Однажды записывал перепелку. И она на меня выскочила. И вот так вот говорят, спать пора она. Спать? А вот на таком расстоянии от микрофона. И шмыгнула назад. Да, конечно, зашкалила запись где. У всех свои голоса. У жабы. У коршуна очень похожие. Жаба и коршун. Что-то тут общего. Голос. Вот есть такие рыбки. Она сама маленькая рыбка. А голова у нее вот такая вот огромная. И она рост развивает еще шире. И с носик у нее висит ниточка какая, и на ней фонарик горит. Фонарик. И на этот фонарик рыба идет, у нее рот закрыт. И наконец-то, когда фонарик они любят плавать, она закрыла рот. Полный рот. Все, мясорубка. Другая есть такая рыба. Она под водой. Видит бабочка сидеть на веточке. И она знает, это преломление воды. Это все учитывается. И в нее водой. И она падает в воду. Сшибла ее, она тоже ее хватает. Кто ее приучил? Как это может быть? Так это мы только то, что видим. А чего не видим? Не видим у этого мира сколько. Вот мы говорим, ну я очищу зубы. А ты знаешь, что в тебе черви живут внутри. И ни один, ни два. Десятки разных червей, они полезны. Помогают пищу перерабатывать. В нас во всех черви. Вот у меня на голубятне, там голуби. И появляются вдруг такие букашки черные. Я их всех сгребаю и на низ выбрасываю. Они не нужны. Проходит маленькое время, заложу опять. Я их всех выгребу, подмету. Проходит недели две опять. А для чего? А вот если голубь погиб, они его съедают. Букашки эти. Полностью всего съедят. Они нужны. Все, что сотворил Бог, нужно. Когда ты это познал, как Бог великий. Тогда должен сам задуматься. А для чего Бог сотворил человека? Ну вот часы, для чего сделали? Ну, чтобы время узнавать. А какое время? Вот есть, говорят, часы урановые. Они делают погрешность, кажется, на одну секунду за две тысячи лет. Там отстают. Я говорю, а в сравнении с чем узнавали? Говорят, по звездам. Звезды не отстают. Так, подними. Это тот, кому не надо. Кто меньше всего будет развиваться. Подними. И не растолкаешь даже. Ну, подними маленько-то. Ну, не будешь же все время валуевым-то. Ну, что, подними глаза. Сядь как следует. Мы же немного говорим-то. Подтягиваешься, молодец. Подтяни себя духовно. Чтобы лягушек не трогал. Лягушка тоже тварь Божия. И на землю сошел Господь Христос, Сын Божий. Об этом мы молимся. И умер за грехи людей. Умер. В это надо поверить. Вот мы видим, где крест. Где крест? У нас везде. Это напоминание о жертве Христовой. Он нас искупил. Вы многое не запомните. Но запомни. Мы грешники. Мы проданные. Были рабами дьявола. И нас Господь искупил. Он умер за нас. Умер за меня. Каждый скажет, Христос умер за меня. Если веры в это нет, то ты напрасно живешь. Ни зачем. Ты ненужный человек будешь. Господи, да как это так? Я мог жить, не зная Тебя. Ты не просто пришла в храм, помолилась. Но и дома должна быть верующая. Ты хорошо меня слышишь? Дома. Дома с родными, близкими. Хорошо слышишь? Чтобы все видели, что ты дитя Божие. Не огорчайте родителей. Я уж не говорю, надо хорошо учить. Это учителя с вас спросят. Ты познавай все, что вокруг тебя. И во всем ты увидишь премудрость Божию. Я вот маленький был. Я удивлялся многому. Но что за меня Христос умер, я этого не знал. Я не слышал. Я знал, что умру. Если человек грешник, он пойдет в ад. Там будет гореть в огне. И я всегда знал, что я там буду. Рай. Это на иконах. Кто? Тем святым. И только когда в 23 года мне дали Евангелие, я понял, за меня умер Христос. И у меня есть надежда спастись. Находясь в церкви. Причащаясь. Вот сейчас будет пост. Готовьтесь. Кто верующий. Причаститесь. Сегодня был молебен. У нас не литургия. Кое-кого не выводили. Кто не крещен в полное погружение, они у нас должны выйти. Вы здесь еще будете? Это узнаете все. Поступать по правде. А правда какая она? Одна Божья. Ты можешь узнать из Евангелия. Тебе надо что-то узнать. А ты спроси, где это написано? Из вас ни один этого не спрашивает. Ни один. Бегают, прыгают, наелись, отдохнули, покупались, покатались. И ни одного вопроса духовного нет. Ни одного. Почему? Говорят две причины. Первая, человек все знает, ему нечего спрашивать. Он вот так знает. А вторая, что ничего не знает и не знает, что спрашивать. Какая к тебе относится? Все знаешь или ничего не знаешь? Ну, начнем с крайнего. Все знаешь. Евангелие считайте. Если у вас Евангелия у кого нет, мы можем подарить Евангелие Красное. Там четыре Евангелия. Вы скажете, мы подарим вам Евангелие. Вот сейчас приедет к нам еще одна девушка, Катерина звать ее. Она не русская, тувинка вроде, я правильно говорю. Вот, а она уже спрашивает на благовестие поехать. Мы брали с собой детей. Идем и ребенок с нами на благовестие. То есть мы идем по дворам, подаем Евангелие людям, приглашаем их на три часа прийти в клуб или на стадион. И там им рассказываем о Боге. И вот когда я узнал все о Христе из Евангелия, я тогда понял, что жизнь моя вся должна быть направлена к Богу. Бога прославить и ничем не огорчать. Какие-то вопросы есть? А вот и с маленького начни. Вставать рано. Рано. Вот мы встаем в 4.40, а здесь в 5. Вот кто-то ответил, говорит, я в 5 встаю. Я не очень верю, но так ответила Фросе вроде бы. Ты ответила. Ну это вообще удивительно. У меня ребятишки были тут. Я говорю, во сколько встаешь? Он говорит, я не знаю. Иногда в 12, иногда в час. В час. Почему Иоанн Златоуз говорит, праведник ночь превращает в день. В ночь умолится. А грешник, преступник день превращает в ночь. Спи днем. И днем никогда не ложитесь. Андрюша, сядь. Сядь, тебя валит и валит кто-то. Валит. Не ложись никогда. Ты смотри, какой прекрасный шалаш. Посмотри, как он сделан. Какие распоры. Его не повалить еще нельзя. Никакой ветер не повалит. А то сегодня, если бы там было жарко, то перепад температуры мы бы чувствовали. У нас сейчас на улице пасмурно. Мы тут сидим и не знаем где. Вот. Я почему отменил, сказал, из-за опасности. Уже легко горит. Если, не дай бог, от чего-то загорится, мало ли, по злому умыслу или молния ударит, то тут выскочить очень трудно. Человек не знает куда. Надо дверь сначала найти и открыть. Поэтому тут мы не ночуем. Но днем отдыхать можно. Только надо попроситься. Вот взяли палатку военную, сели. Как тихо, спокойно. Так, вопросы от вас. Давайте, какие вопросы? Все было. Что-то хотел спрашивать, Нестор. Давай, передавай. Ну, что мы правда встаем в пять. Я сам смотрел время и показал, что в пять встаем. Сейчас меня переведут. Давай. Он реально встает в пять утра. Он смотрел на время. Ну, это хорошо. Игнатий Тихонович. Если ты рано встал, сейчас закончу. Обязательно. Утром. Утреннее правило, молитва. Мы православные. И сто поклонов. Сто. Я вам говорил. Это у нас в интернете все написано. Как это. Кто что спрашивал? Кто-то. Давай. Игнатий, а сатана в земле живет или на небе? Кто? Сатана? Да. С чего ради? На небе он только написанное. Господь допускает, когда спрашивает. А где он живет? В земле или где? В аду. Но он еще не горит. Иногда он приходит здесь. Начинает хозяйничать. И когда Господь его прижал, он говорит. Только не отсылай меня в бездну. То есть еще до времени они не здесь. Имеет какую-то власть над людьми. Над неверующими. Над верующими он власти никакой не имеет. Он искушение подает. Так, Никита. Ты если не фотографируешь, все, погаси. Погаси. Закрой там и там и там. Не жги энергию. Батарейки-то работают. И закрой. Иначе она даже не закроется. Все испепелится. Видишь, сколько времени у тебя открытая она была. Что, не работает? Ну, значит, сжег батарейки. Так, еще что? Вот я конкретно, который знаю. Могу, давай. А почему вот какой-то пророк говорил, что Христа назовут Эммануилом, а назвали его Иисусом? Иисусом. Он говорит, назовут. Назовут. Люди его. Слово назовут означает, люди будут называть его. С нами Бог. Он Бог. А есть такие свидетели Югова называются. Они его Богом не признают. То есть люди прозовут его. Вот, допустим, человек родился, и было бы предсказание, что он будет называться чемпион мира. А его назвали Николай. Он говорит, а почему я Николай? Николай победитель означает. Ты будешь всех побеждать. Тут и аллегория. А это назовут. Не ты назовешь, а назовут люди по делам его. То есть он Бог. Так что здесь все на месте. Люди назовут. Вот человека другого называют именем Учитель. А он, может быть, даже и не Учитель. Может быть, он тракторист какой-нибудь. Но он подает пример своей жизни. И да, это показывает людям. Вот смотрите, как он поступает. Кто знал, что вот такой-то человек сделается таким-то. Вот Сталин или Гитлер. А он бич Божий называет. Бич Божий. То есть через него Бог Христалл. Священников казнил. Люди не слушались Бога. Война началась. Это бич Божий. Ну, а Родина зовут его бич Божий. А на самом деле он был Адольф или Иосиф. Вот так. Еще. Ну, спрашивай еще. Все понятно, да? Давай. Вот в Новом Завете постоянно упоминается, что к Христу подходят книжники и фарисеи. А почему книжники и фарисеи? А почему они всегда вместе ходят? Они не вместе ходят. Только называется вместе. Рядом слова. Рабочие крестьяне. А рабочие крестьяне в разных. Одни в городе живут, другие в деревне. Рабочая крестьянская власть. Были книжники? Прося, ты хлопнешься. Приободрись. Книжники. Люди, которые знали священное писание. Парисеи, ревнители. Исполняли точно. Мы являемся и книжниками, и парисеями в веком смысле. Это православные. А сектанты это саддукеи. Они одно не признают. Одиннадцать книг из Библии выбросили. Это саддукеи. Вместе они, когда что-то нужно было, они делали вместе. Приходили. А жили в разном месте. Школа могла быть у них разная. Работы разные. А перечисляются, потому что иногда написано Иродиане. А Иродиане вообще была правительственная партия, как сегодня Единая Россия. Вот так. Степова, на руку поднимай. Я спрашивала, ад, он в земле? Ада на земле нет. Это образно. В аду нет покаяния и нет воды. А люди говорят, я как в аду. Это образно. То есть очень трудно. Нельзя изменить вроде ущиц. Где у нас ад находится, никто не знает. Считает, думает, за пределами вселенной. Вот это черные дуры, которые обнаружены. Это нам образно говорится, что они в земле. Находили такие скважины, говорят, на севере. Бурили. И мы слышали, там пробурили они 5 или 7 километров. И вдруг опускают туда приборы, слышно, крещат люди. Воды, воды, воды. Тысячи человек крещат. Это прямо записались. Крежет стоит. То есть показано, где. Но это не означает, что туда опустить, и ты их увидишь. Есть такое мнение, что за пределами вселенной. Это святые отцы показывают нам. То есть далеко. Как он, допустим, осудит, когда человека, то тюрьма его не рядом. Копи называют. Пальцы не надо грызти. Копи. Копи это там, где добывают разные алмазы, уголь. И это далеко от царских палат, Златоуст говорит. Раз далеко, это так и у Бога. Далеко. Первого Адама он поселил вблизи рая, чтобы он больше тосковал. Что я потерял? Что я наделал? Ну, допустим, вот ты думаешь, плохо тебе в лагере, конкретно сказать. А другой радуется, я как в раю нахожусь. Почему так воспринимают? Он неверующий. У нас были такие два брата. Но они два брата не родные. Один от мужа, другой от жены. Они сошлись, у них дети были. И что-то они оба. И оба попали в лагерь. И потом мы слышим, одному что-то там сломали, а другого там избили, не знаю как. Вот и все. На нас жаловался тут. Какая-то мать пожаловалась одна. Ребенок у нее был. И они пошли куда-то на опи от нас уехали. Тут все хорошо было. И там разожри костер, его в костер столкнули. Он обгорел, говорит, весь. То есть она пакости говорила. Вот сегодня позвонила мама Тимоши. Где у меня Тимофейка? Тьмой. Сзади вас. Разговаривать не стала. Она вызвала, написала милицию, полицию, то другое. Я ей это сказал. И она, видно, телефон позвонила. Поняла, что звонить не зачем. Я ей отвечал. Тимоша давал телефон. Ну, а она делает такое дело. Зачем мне это нужно? Дальше прокуратура не зайдет этим. Краевая занимается. Подтвердить она ничего не может. Но если она хочет что-то изменить, это надо изменять в судебных органах. За него бьются они. И я просто телефон не даю. Она ведет себя нехорошо. Старается сделать недоброе. Много написала про меня, что не соответствует действительности. Про лагерь. Нет этого. Совсем нет. Зачем по этому ей? Смотри. Ролики выставляем. Все у нас видно. Вот так. Ну, еще. Еще что. Давай, Ваня. Передавай. Говори. Раньше же только католическая церковь была. А вот как она разъединилась на христианскую? Я бы мог прибор надеть. У меня прибор есть такой очень. Я слышал. Но я не люблю его. Говори. Говори, что раньше была только католическая церковь. Как она разъединилась на христианскую? На христианскую. Она была единая вселенская. Кафолическая. Буква Ф произносится как Т. У нас говорим Том Сойер. А это Фома. Фома. Фэ и Т. Фэ это по-английски называется альбиолный звук. Язык надо между зубами зажать и сказать Фэ. И вот та, что кафолическая, это мы и есть. Церковь была одна. Одна она и есть, и будет одна. В 1054 году, 54 года на второе тысячелетие, в это время разделились с католиками. Говорят, католики от нас отделились. А католики, говорят, православные от нас отделились. То и другое христианское. Как это христианское? Она была и есть. А название показывает сферу руководства и влияния. Рим, а то Константинополь. Ну а можно чем-то было заменить то, что они делали как? Да на это не пойдут никак. Католики бреются конкретно. Папа 80 лет бритый. Зачем? Я просто спрашиваю, что мне не подходит. Зачем? Так вот ты бы моложе был. Ну как он, видно, что сморщенный весь. Второе. У них разрешили в масона вступать. Ну то есть служить сатане. Куда это годится? И когда считаешь, что они у них делают там, у нас тоже хватает у православных. Ну, я в православии, мне надо заботиться о православии. Не за католиками смотреть. Там инквизиция была, индульгенция. У православных по-своему это за упокой молятся. А какая польза, никто не знает. Я вот смотрю, как у нас окно какое большое. И здесь в первый раз в моей жизни такой шалаш построили, как комната. Никогда у нас этого не было. Заходишь, что такое дверь? Закрыл дверь, полная темнота. Отдыхай, спи. Господь как благословил. И кто строили? Мы строили тут Михаил Кальмаев был. Он тоже обещает приехать. Может быть, приехать. Вот с кем я работал, легко работать. Легко. Не приходится толкать его. Так? Ты потом дома будешь спать. Э? Ты пока не спи. А потом ляжете спать. Если нужно будет. Не, просто, Гнат Игорьевич. Так, еще что? Можно сказать? Просто нам по истории Руси... Так ты поближе подойди, довеси. Да не надо, я послушаю. Давай, говорю. Говори, а то ты мешаться будешь им. По истории Руси, древней Руси, нам рассказал учебник. Учительница, что была католическая одна церковь, и какие-то батюшки начали спорить, как должны, как в церкви стоять. И из-за этого разделились они. Что, батюшки? Все. Выразил мысль, ясно или нет? Еще надо. Пообежать. Мы учительница, и в школе учительница по истории, по древней Руси, история древней Руси рассказывала, что была одна церковь католическая. И стали спорить какие-то батюшки, как в церкви стоять. Из-за этого... И вся дисциплина. Не стоять. Вся дисциплина, по дисциплине там стали спорить, и из-за этого разделилась церковь. Ну, образно можно сказать так. Но главное, это признание, от кого исходит Дух Святой, называется Филиоквы. И оглавенство Папы. Папа над всеми, а православные не согласились. Каждый начальник, свой епископ. Вот и все. Больше ничего не было. Ну, а дальше-то уже пошли. Одни что-то изменили, другие другое изменили. И теперь уже близко даже не похоже, что у них. В католическую зайдешь, там другое совершенно. Они все меняют. А православные более консервативные. Они каноны, посты соблюдают. А у католиков постов нет. Они проводят свои соборы, все католические называются. Католики, это даже под большим трудом можно назвать по-настоящему верующие. Я говорю о всех. Вот возьми идиот. Когда он выступает и говорит о католиках, Евгений Миронов играет. Католики, католицизм, да они не верующие совершенно. Они все отрицают. И там он вазу разбивает когда. Вот зарядите это. Не из-за этого. Но как стоять? Ну, в это можно вложить смысл. Стоять с верою, что Дух Святой исходит от Отца. А можно тоже стоять от Отца и Сына. И считать, что это от стояния. Ну, это нет. Стояние уже определенного сосуда, чем он наполнен. Я католиком никогда не буду. Ну, и католиков не могу назвать, что они не церковь. Они церковь. Они имеют апостольское рукоположение от апостола Петра. А мы от Андрея. Это родные братья. Так. Вот и все. Учительница истории. Это самый негодный предмет. Самый негодный. Математика, иностранный язык. Историю еще. Книжку бери, да считай. Тем более, ее исказили чудовищно, как писало известие. Давай. Ну, что-то другие там молчат. Какие вопросы? Так, сколько времени? Кто скажет? Ну, 15.38. 15.38. Все. Сейчас потихоньку выходим. Палатки берете, стряхнете. И последний, Никита, проверь. Не остались здесь башмаки. Мы пойдем. А ты выйди издалека. Я хочу с Миром. Да, поняла, Лена, что. С Миром. Вот так. Шинелку все встряхнете. Да. А жердочки только заложишь. Какая дорога. Мы нигде не застряли. Все, проехали. О! Выходи. Ой, знаешь, Лен, ну такой даже ничего не мог. О! Давай. Отойди, чтобы видно было. Подальше где-то. Ну, давайте, выходите. Не знаю, там, как в полях. А здесь все, что-то. Побыли на занятиях. Маленьки хотя бы. Вот давайте сюда. Отсюда на дорогу. По 73-м километру. Ага. Давай, с Богом, Лен. Полудя, перезвони Ирию Кстиновой. Понял? Она попросила за его. Да. Не может. Поладки берите. А, сейчас орезайте. И сверните. Так, фотоаппарат-то у кого? У Дяди Дипец. Не неси ты фотоаппарат где? Не неси-то. Там задернивайте, не привязывайте. Дежурная, посевеливайся. Ехал, посевеливайся. Это военные палатки. Они уже, конечно, старые были. О, ты в прошлом году одевался? Да. На, Виталий, унеси. Туда, на вещевой. Вторую шамелку стряхните. Тарик. Ну, она не всякий. Да, они в том уголке где-то. Ну, а там внизу должно быть еще. Нет, внизу нет, только в том уголке. Там, Даша, там охала одна. Там есть дальше? Вон они, вон там стоят. Вон они, вон они. А, я вижу тут. Я вижу. Нет, так! Что, рыбачить сейчас будем? Рыбачить что-ли будем. Вон, смотри, смотри сколько. Ну? О! Гляда, большие петель. А они откуда? Из-за озера снашивалась. Гляди, вот он поплыл. Видишь? Ну-ка, смотрите, вот они пошли ставят. Ага, вот вижу. Видно, нет? Да. Немножко видно. Тебя, Влади, не видать, да? Верно. О, вон они. Ты тебя отсюда. Вон они, вели какие стоят. Ничего себе. О! Ох ты. Загоняйте их. Загоняйте их. Покажите. Вот. А ешь куда в угол забились. Ну, ладно, давайте готовьтесь. Несколько сна, смотри. Так, вот очень у всех. Есть. А где-то разы там. Ударю. Ударился. Ну, ударился. 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 Ударился.